Час в час, минута в минуту. Радио Болтком. Каждую среду в полдень на Радио Болтком. Да, афиша у нас всегда начинается со среды. Подробный обзор культурных событий в мире классической музыки. Бывает ли какой-то день, когда нет ни одного концерта классической музыки? Это невозможно. Приглашенные в студию музыканты... Какую программу подготовили для наших рижских слушателей? Секреты профессии... Во время игры подумать так, ногу надо подвинуть подальше, потому что иначе я не попаду просто-напросто на этот дом. То, что происходит за сценой... Вот это закулись, то, что там происходит... Боже мой, всё это в программе... Культурная среда с Еленой Приваловой на Радио Болтком. Ходите на концерты классической музыки? Добрый день, дорогие друзья. Приветствую вас. Сегодня я в Москве, но в студии у нас рижанка. Юлия Васильева, сопрано, солистка Латвийского оперного театра. Юля, привет. Приветствую наших слушателей. Привет, дорогая Лена. В первую очередь давно не виделись, я рада видеть тебя хотя бы через экран. И, конечно же, я приветствую всех радиослушателей в эфире Радио Болтком. Приятно каждую среду встречаться с нашими слушателями и говорить о культуре, разговаривать с прекрасными музыкантами, рассказывать о не самой масштабной, но тем не менее появившейся культурной жизни в Риге. И именно поэтому у нас сегодня в гостях Юлия Васильева, потому что она будет приглашать на свой концерт при свечах прекрасные романсы русских и французских композиторов. Но прежде чем мы перейдем к этому, я вас немного посвящу в концертную афишу Домского собора. Но, кстати, друзья, будьте внимательны. Дело в том, что сегодня мы разыграем два билета. Я буду позвонить по телефону радио, мы его объявим чуть позже. И разыграем два билета на концерт Юлии, который состоится в церкви Святого Павла при свечах. Ну так что у нас происходит в Риге? Продолжаются концерты Пиккола. 19 августа за органом Лины Андретта Канциема, 20 августа Лариса Царькова, 21 августа Симона Сунепа, 21 августа, также в субботу, вечерний концерт в Томском соборе Ханза с Диэну Концерт, за органом Лины Андретта Канциема, а также принимать участие флейтистка Дита Кренберга. В программе Бах, Фаре, Мориконы, Дамбис. Что я хотела сказать о концертах Пиккола, которые проводятся в 12 часов почти каждый день в Домском соборе. Мне кажется, это прекрасная возможность сходить с тем, кто ни разу ещё не слушал орган, и более того, именно хорошо сходить с детьми, потому что это программы на 20-25 минут, и такие правила, которые установлены сейчас в Домском соборе, что исполняются исключительно шедевры органной музыки, чтобы каждый, впервые пришедший на орган, захотел прийти ещё вновь. К Домскому собору ещё раз вернёмся, потому что у Юлии Васильевой сегодня нашей гости также там будет замечательный концерт Бах, Дворжик и Дебюси 24 августа. И об этом всём сейчас нам будет рассказывать Юлия. Ну, кстати, я ещё хотела сказать, что продолжаются концерты в рамках фестиваля «Вокс Ангелика» в Добулты, художественный руководитель Эдита Алпы. И в этот раз, 22 августа, небольшое изменение. Концерт начинается не в 18.00, а в 19.00. Это в Юрмале. К сожалению, на все концерты вход только по ковид-сертификатам и ПЦР-тестам, которые не позднее 48 часов изготовлены. Это вот, к сожалению, наши реалии. И точно так же на концерты в Добулты. Но Добулты ещё делают прямую трансляцию, и их концерты могут послушать все желающие на стороне их странички в Ютубе. Ну так вот, Юля, рассказывай, когда концерт? Что вы будете петь? Кто у вас пианистка? Итак, концерт будет проходить 20 августа, как мы уже сказали, в пятницу. Это концерт ночной, так сказать. Он начинается в 8 часов вечера. Это очень интересная серия концертов, которые проходят при свете свечей в церкви. Я думаю, что это потрясающая атмосфера. Должна увлечь присутствующих людей и особо погрузить их в атмосферу вот этой камерной музыки, которую мы будем исполнять. Пианистка, моя многолетняя коллега в театре, мы вместе ещё заканчивали магистратуру в музыкальной академии, это Эрика Миллера. На мой взгляд, одна из современных ведущих концертмейстеров Латвийской национальной оперы, также постоянный концертмейстер конкурса Клаудия Таев в Эстонии. Это так, из регалий по поводу Эрики, и специальным гостем на этом концерте будет также её супруг Рихард Миллерс, обладатель восхитительного бархатного баритона, на мой взгляд, очень подходящего именно для русской камерной музыки. Какая-то особая краска в голосе у него такая присутствует, что в его исполнении Чайковский вообще восхитителен. И вы его также услышите в этом концерте. Кстати, ты к романцам периодически возвращаешься, несмотря на то, что ты оперная дива, и твоя сцена – это оперный театр, оперные страсти. Тем не менее, ты не обходишь вниманием камерную музыку, в первую очередь, романцы русских композиторов. В том году у тебя тоже был концерт с Лилитой Озолой, тоже в церквях, и с фортепиано, с органом исполняла. И в этом году, фактически год спустя, вновь возвращаешься. Но я так понимаю, будет другая программа. То есть много новых романцев, потому что в вашу русскую программу также проникли ещё и французские композиторы. Именно так, потому что мы, собственно, смотрели больше именно на временную хронологию появления этого жанра. Это конец XIX – начало XX века. И, естественно, жанр вот такой вот салонной песни, он присутствовал не только в русской музыке, но и в австрийской, и во французской. Но стилистически очень хорошо перекликается русская музыка именно с французской. Пуленг, Дебюси, Форе – это то, что только оттеняет краски Рахманинова и Чайковского. Поэтому вот этот набор на сей раз восхитительной французской музыки, на мой взгляд, в дополнение к русским романсам, которые я исполняю уже довольно давно, с разными концертмейстерами, на самом деле, уже в разных составах. Такой прекрасный концерт в Доме Черноголовых, такой, можно сказать, и оперный гал, но в то же время там были романсы Прокофьева с замечательным концертмейстером. Напомни имя. Малорис Куя, да. Особая программа, именно тоже цикл Прокофьева, и в дополнение эти же русские романсы звучали не в Доме Черноголовых, а в Малой Гильдии. Это был концерт 8 октября. Разве в Малой Гильдии? Да, да. А, почему-то я думала в Доме Черноголовых. В Доме Черноголовых был оперный концерт, дуэтный вечер с Михаилом Чульпановым. Я поняла, я запуталась в твоих концертах. К счастью, их достаточно много. И, дорогие друзья, у нас в гостях сопран, солистка Латвийского оперного театра, оперная дива Юлия Васильева, и она приглашает вас на концерт 20 августа, который будет проходить не в оперном театре, не в Малой Гильдии, а в церкви. Церковь Святого Павла, известная многим рижанам. Долгое время я там проводила концерты благотворительные. И сейчас, к моей большой радости, продолжает функционировать это место и проводиться там концерты. Место очень интересное. Во-первых, такой неоготический собор, там замечательный орган, тоже исторический. За ним следит также, как и за органом Евгений Лацкий, настройщик, органный и фортепианный настройщик. Не самый лёгкий, но тем не менее у него настолько живой звук. И вот эти инструменты исторические как раз отличают уникальность тембров, уникальность и артикуляции, потому что это совершенно... Каждые инструменты всё равно были... При всей унификации они были различными, не как сейчас современные. И самый большой плюс в том, что вот этот камерный вечер, который будет проходить 20 августа в Церкви Святого Павла, все музыканты внизу. И как раз есть возможность насладиться не только звучанием, но и также всё равно хочется увидеть глазами. Часто это организатор, вот Павел Переверзьев, компенсирует то, что органисты, музыканты наверху большим экраном. Но мне кажется, всё равно вот эта возможность именно вживую, вот прямо сейчас смотреть на музыканта, видеть все его эмоции, это большая радость. И как раз это такую возможность предоставляют музыканты. Ну, на самом деле, и артисту тоже очень важно видеть реакцию публики. То есть вот этот прямой контакт, на мой взгляд, это то, на почём мы очень соскучились в эту ковидную эпоху. И, наконец-то, мы имеем хотя бы какие-то возможности. Ну, кстати, очень важно действительно и видеть публику, но найти свою аудиторию. Помню, в начале своего творческого пути, когда я играла в Кускова, и в первом ряду расположились какие-то очень неотзывчивые слушатели. Они сидели с такими сердитыми, гримасами. Каждый раз, когда я отыгрывала, я почему-то смотрела на них, и они так вяло-вяло едва так касались ладоши просто для проформы, показать, что они хлопают. Я думала, ах, как всё ужасно, ах, как всё печально. И с каждым разом игралось всё труднее и труднее. И потом, только в середине программы, я догадалась посмотреть уже не на них, а в середину зала и дальше. И увидела там горящие глаза публики, как они с восхищением хлопают. И я поняла, что, в принципе, контакт с публикой может быть разным. И самое главное — найти своего слушателя, который именно действительно будет восторженным. И так приходит действительно... Может быть, конечно, и тем очень нравилось, но они не умели показывать свои эмоции, не могли открыто показать. Вот, дорогие друзья, я вот сама нахожусь сейчас в Москве и открыто вас приглашаю на концерт в Риге. Но мне вот интересно у звукорежиссёра спросить, Юля, будет ли у нас рекламная пауза, сворачивает ли нам разговор на паузу, или мы продолжаем без паузы сейчас? Нет, без перерыва. Мы работаем без перерыва. Сегодня без антракта. Ну тогда я тоже, можно расскажу одну интересную историю по поводу реакции публики? Я ещё помню, была маленькой девочкой, и только начинала какие-то вокальные выступления. Был один концерт ко Дню Матери. Ну то есть, естественно, в зале было 90% разных мам, тех, кто выступали на сцене. И выйдя петь свою песню, буквально на первых аккордах, я вижу свою маму, которая начинает плакать, и в течение всей песни обливается слезами. Я думала, это фиаско. То есть мне, как ребёнку, я не поняла, что это эмоциональный такой прилив материнских чувств в этот момент. Я думала, что что-то не так, мама волнуется, не может что-то сделать, и всё ужасно. Как потом оказалось, конечно, всё было хорошо, но вот так. Поэтому я всегда... Да, теперь, когда мама приходит на концерт, я говорю, ты не садись так, выбираем такие билеты, чтобы я тебя не видела, потому что... Мама для меня, конечно, это самая... Видите, я хочу на концерте. С глаз долой тебя. Дорогие друзья, у нас в гостях Юлия Васильева, сопранная, и у неё замечательный концерт 20 августа в церкви Святого Павла «Романсы при свечах». И мы разыграем два билета на этот замечательный концерт. Юля, там стоят два телефона, назови, пожалуйста, эти телефоны, и первый позвонивший в нашу студию. И получит эти два билета. Но, к сожалению, нужен сертификат, правильно, да, Юля? Абсолютно точно. То есть мы разыграем два билета, два пригласительных для людей, у кого есть ковид-сертификат, или нужно будет сделать тогда ПЦР-тест накануне. И так первый позвонивший получит эти самые два билетика. Итак, называю первый номер телефона. Давай придумаем всё-таки вопрос, мне кажется. Есть очень замечательный вопрос, который все должны знать. Дело в том, что в этой церкви снимался замечательный фильм, и многие знают советского времени, скажем так, сериал даже, многосерийный фильм был. И как раз показан орган церкви Святого Павла, и показаны лестницы, которые ведут на орган. Какой-то фильм, известный фильм, и, конечно, многие знают церковь по всему Советскому Союзу благодаря этому фильму. И вот первый, кто правильно ответит на этот вопрос, получит два билета на концерт 20 августа в 20.00, в котором принимает участие наш замечательный гость Юлия Васильева, Саппрана. Юль, называй телефоны. 6-7-21-29-39. И второй номер телефона 6-7-21-39-39. Ну, как я соскучилась по этим розыгрышам билетов, и мы разобрали часто билеты в Домском соборе, но Zoom не позволяет нажать на кнопку, и когда у меня гости... А, у нас есть звонок. Вот и звонок. У нас есть звонок, принимаем. ЗВОНОК ТЕЛЕФОНА Алло, здравствуйте. Алло. Что-то пошло не так. Мы нажали на ту кнопку. Мне кажется, мы слышим. Здравствуйте. Здравствуйте. Возможно, это сериал 17 мгновений весны. Все верно. С первой попытки, как прекрасно. Ходили ли вы, бывали ли вы на концертах или на спектаках Юлии Васильевой? На органной музыке, да, бывал. А, вот на органной музыке, да. А вот концерт, вот как раз тогда вам посчастливится услышать одно из лучших сопрано в Риге, и два билета в вашем кармане. Единственное, что вам нужно будет позвонить по телефону. А, напишите по WhatsApp-у сообщение на телефон. Запишите, пожалуйста. 220-929-00. Именно по WhatsApp-у. И я вам сообщу, как забрать ваши билеты. Вот, очень важно. Вы знаете, это дополнительное требование. Дело в том, что у меня нету WhatsApp-а. Тогда Юля наставай свой номер телефона или телефон Павла Переверзева, который скажет, как получить два билета. Да, и после эфира мы с вами тогда созвонимся. Скажите, пожалуйста, а могу ли я сходить на этот концерт без этого нового модного ковид-пасса? Нет, к сожалению, нельзя. Вы можете кому-нибудь подарить. Тогда мы еще в лотерее. Тогда переходит в зал. Всего вам доброго. А, переходит в зал-то, да. Вот, к сожалению, видите, дорогие друзья, билет был разыгран. И теперь просто любой следующий слушатель, у кого есть ковид-паспорт, от нашей новомодной болезни. И любой человек, первый позвонивший, может получить эти два билета. Да, к сожалению, эти вещи мы не регулируем, поэтому здесь мы должны соблюдать директивы. Поэтому приглашаем вновь всех слушателей, кто может принять участие. Давай сейчас не будем называть телефон, немножко еще пообщаемся, а потом еще раз попробуем разыграть эти билеты. Вот так вот сложности вносят в нашу жизнь. И, конечно, нам, музыкантам страшно жалко, что приходится участвовать в этих политических играх, потому что искусство все равно оно для всех, должно быть для всех. И вот такое разделение общества, оно не несет своих положительных импульсов для развития культуры. И, ну, лично я так считаю, это моя позиция. Я рада, что у меня есть возможность ее высказать. Ну, так что, ты исполняешь 20 августа романсы Чайковского, Рахманинова. Будет еще кто-то из русских композиторов? Или вот именно два столпа русской камерной музыки представлены, и дальше будут французы? Два столпа, действительно. В конце мы исполним еще пару дуэтов из итальянской музыки. Это очень популярные, известные мелодии. Оставим их название за кадром в качестве десерта. В качестве подарка. Да, подарка для людей, которые придут смотреть и слушать нас в пятницу вечером. Вот. А что касается французских композиторов, то это Форе, Дебюси. Каприэль Форе. Да. Да, Клади Дебюси, Пуленг. Ух ты, Францис Пуленг, да. Да. Ну, это прям совсем такие... То есть если Габриэль Форе, то, конечно, музыка такая, ну, можно сказать, близка Рахманинову и близка Чайковскому. Ну, ближе к Рахманинову, конечно, потому что про Рахманинову, про многие романсы можно сказать, что это такое начало импрессионизма. Действительно, такая звукопись потрясающая. Тут уже Пуленко, Дебюси, это конец 19-го, начало 20-го века. Это музыка очень колористичная и, ну, невероятно музыка музыкальная, да, такая технология, да. И действительно очень такие красочные романсы. Будет ли еще кто-то из французских композиторов или уже... Нет, это все. То есть вот пять таких композиторов, да, будут представлены. Кстати, знаете, друзья, интересная взаимосвязь, которая не очевидна. Дело в том, что у Петра Ильича Чайковского, многие, наверное, знают, был покровитель, меценат Надежда Бронесса, Надежда Фон Мэг, которая в течение многих-многих лет помогала финансово композитору, и они не были лично знакомы. А вот участник программы, если можно так, участник, Клод Дебюси, французский композитор, он работал пианистом, педагогом в семье Фон Мэг. И был влюблен в одну из дочерей Фон Мэг и пытался даже на ней жениться. Но как только Фон Мэг об этом узнала, тут же разжаловали композитора, в то время еще неизвестного, бывшего просто домашним учителем, и отправили в Освоязи. То ли сразу во Францию, то ли искать другой хлеб. Я точно не помню, было ли это во Франции или в каком-то из городов Европы, или же это было прямо в России. Но вот именно такая интересная взаимосвязь Чайковского и Дебюси через семейство Фон Мэг. В те времена профессия композитора, конечно же, не была столь значимой, и никогда дворяне не позволяли связывать с семейными узами своим дочерям, несмотря на всю любовь и прочее, связывать узами брака с композиторами, считающимися более низкими по положению. А сейчас, на самом деле, зная вот эти истории, и то, что Фон Мэг помогала Петру Ильичу Чайковскому, и также вот у нее служил клуб Дебюси, возможно, мы о них, об этих дворянах, вспоминаем только благодаря именно этим композиторам. Юля, кто выбирал такую необычную программу? Все-таки исполнять Пуленко и Дебюси, скажем так, не каждый музыкант соберется. Ну почему? Ну, может быть, не соберется, но на самом деле это настолько восхитительная, красивая музыка, что давным-давно у меня было желание сделать вообще программу французской музыки с французским языком. У меня давняя связь, я его учила еще в школе, поэтому мне это довольно легко дается, язык у меня в обороте. Вот, поэтому так. Что ты говоришь по-французски? Я не могу сказать, что я говорю по-французски и готова прийти во французскую булочную и пофлиртовать там с продавцом багетов. Абсолютно точно нет. Но, тем не менее, пару фраз кинуть с неплохим прононсом. В общем-то, могу. Десно, чудесно. Вот так. Дорогие друзья, мы так активно приглашаем вас на концерт 20 августа при свечах в церкви Святого Павла. Ну и давай все-таки расскажем, мне кажется, об очень значимом концерте для тебя, который состоится в Домском соборе. Это действительно там что-то грандиозное предстоит. Да, этого концерта я ждала давно. На самом деле, вот в первую волну этих пандемий отменился большой концерт с Духовым оркестром Рига, где мы должны были исполнять реквием Ермака, Румуальда Ермака, латвийского композитора. Это ежегодный проект. И, наконец-то, мы все-таки встречаемся с этим потрясающим коллективом, потому что оркестр только духовых инструментов, он, во-первых, он огромен. Эта масса звука, которую они выдают, она по сравнению даже с обычным оркестром очень внушительная. В акустике Домского собора всё это звучит так... Грандиозно. В этом концерте я не единственный солист, там большая программа. Я буду исполнять две довольно большие композиции. Одна – это ария из «Страсти по Матвею» Баха, если я правильно говорю. Несмотря на то, что это Бах, музыка очень светлая. Я когда начала разбирать, я запуталась в этих полиритмических рисунках, а потом, разобравшись, я поняла, что это одно из, наверное, самых таких светлых и солнечных произведений Йоганна Себастьяна, твоего любимого композитора, Лена. Так что потом сможем как-нибудь исполнить вместе с органом. Это было бы здорово. Бодро. И ещё одна потрясающая, красивейшая ария, восхитительная роль, о которой я мечтаю когда-нибудь, может быть, спеть на сцене полностью, это русалка Двожика на чешском языке. Как у тебя с чешским? Ну, с чешским я на «вы», скажу честно. Даже двумя фразами не получится. Не получится. Однако вот всё-таки славянская группа языков, слова очень похожи. То есть, например, «луна» — это «мнесечку». Ну, соответственно, какие-то интонации, что-то там счесть можно какую-то смысловую нагрузку. А вот на самом деле очень интересно, ведь дело в том, что певцы, они поют всегда оперы на оригиналах, арии все. То есть, ну, одно дело, там, русскоговорящим на русском, потом английский, итальянский, это вообще просто, да, то есть, там, как видишь, так читаешь. А вот, например, польский, чешский ты же даже прочитать не можешь. Как вы, то есть, вам помогать переводить, или вы делаете транскрипцию, как бы вот именно на русский язык, вот как это звучит? Ну, как правило, над такими операми работают так называемые коучи, которые знают язык оригинала. В данном случае я тоже обращалась к человеку, который знает произношение, и мы тренировали это несколько раз по телефону, именно произношение этих фраз, этих слов, этих согласных, шипящих. В каждом языке это большая особенность, и у нас это связано с аппаратом, потому что то, как мы произносим определённые гласные, это, ну, оно задано немножко природой и нашим родным языком. Поэтому в этом плане мы должны быть очень эластичны, мы всё время должны подстраиваться, как мы произносим, как мы открываем рот, как мы опускаем язык. В общем, дальше рассказывать не будем. А при этом так смешно, ведь иногда даже, когда ты сам, вот романцы, да, я, поют романс на русском языке, но я ничего не понимаю, ни одного слова на русском языке. При том, что это мой родной язык и поёт русский человек, да. Вот, но в то же время потом, когда поют на русском языке иностранцы, сразу мышь, о, боже мой, теперь всё понятно. А вот иностранцы так же воспринимают, вот, например, немцы, когда слушают, как бы, как иностранцы поют на немецком, или в данном случае вот на чешском. Ну, конечно. Это точно так же вот этот акцент слышится? Или это всё-таки вот такая должна быть проведена работа, чтобы это всё-таки было, ну, скажем так, что чехи не догадались, что ты не знаешь чешского языка? Ну, конечно, мы над этим работаем. То есть есть специальная вокальная фонетика, так называемая, которую мы изучали, например, в высшем учебном заведении, и там это всё прорабатывается. То есть протяжность, ширина гласных, шипящий и всё прочее. То есть это имеет определённое, это имеет огромное значение. Есть певцы, у которых большой опыт, очень трудно сказать, владеет он этим языком или нет. По крайней мере, я точно знаю, что несколько записей мы сделали, оперет на немецком языке, ещё осенью. И австрийцы, слушая эти опереты, никогда бы не, ну, они не догадались, о том, что я немецкого совсем-таки и не знаю. Я умею читать, красивый этот текст, но что он значит? Конечно, певец, который исполняет песню, пьесу, оперу с текстом, обязательно должен знать смысл, потому что иначе, что же мы поём тогда? Вот, поэтому мы обременены переводами, расшифровками, ну и так далее. Конечно, со временем, ну, например, итальянский язык, я понимаю его, ну, на 90%, если какие-то там попадаются такие старинные слова, может быть, они требуют отдельного перевода и проработки. А так, в принципе, вот итальянский, французский и даются легко. С немецким надо побольше повазиться. Ну, это, в общем-то, самые популярные языки исполнения оперного жанра, а дальше уже вот, конечно, ну, на сей раз чешский. Это... Бывает сюрприз, да. Да, бывает сюрприз, да. Это мы рассказываем про концерт. Это в рамках нашего, в рамках концерта в Домском соборе, в котором принимает участие Юлия Васильева. 22 августа, да, Юля? 24-го. Это концерт. 24 августа. А, 24 августа в Домском соборе. Дорогие друзья, на все концерты в Латвии строго по сертификатам, строго по сертификатам и ПЦР-тестам. И вот мы приглашаем на концерт 20 августа в Церкви Святого Павла. И в конце нашей передачи попробуем еще раз разыграть. Вдруг позвонит вакцинированный слушатель. Вот так сложно. Да. Позови еще раз нам номера. Мы разыгрываем два билета на концерт 20 августа. Юлия Васильева при свечах в Церкви Святого Павла исполняет романсы для голоса и фортепиано. Будет Чайковский, Рахманинов и французский композитор Дебюси, Пуленко, Форре. Прекрасные программы, прекрасные музыканты. Но вход по сертификатам. Называй телефоны. Мы очень ждем звонка, потому что два пригласительных. О, у нас есть звонок. Ура. Ура, может быть. Принимай. О, здравствуйте. Здравствуйте. Алло. 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 А на связь сегодня. Алло. 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 Добрый день. Мы вас слышим. Ну, привет. Очень хорошо. Я вас тоже. Прекрасно. Как вас зовут? Симона. Симона, очень приятно. Вы позвонили в эфир Радио Болтком, и вы счастливый обладатель двух пригласительных на концерт 20 августа в 20.00 по адресу Д. Глава 1. Церковь Святого Павла я вас приглашаю. Как с вами связаться после эфира? Сможете ли вы послать? Ватсап-сообщение или мне перезвонить вам? Нет, ватсап-а. У меня есть телефон и, как бы, не знаю, интернет, имейл. Это все эфир, да? Да. Симона, запишите тогда номер телефона, по которому вам нужно позвонить и забрать ваши пригласительные. Мы говорим, это в эфире идет все? Да, мы говорим, что в эфире. Запишите, пожалуйста, телефон. Нет, 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 мы вам называем номер телефона, по которому вам нужно позвонить и забрать ваши пригласительные. Да, ну называйте, пожалуйста. 27, 27, 27, 35. И как последние два? 27, 35. Ничего не понимаю. Можно еще раз? Три раза 27, значит, 27, 27, 27, 35. Ага, ладно, спасибо большое вам. Спасибо вам. После эфира, пожалуйста, позвоните и мы расскажем, как забрать билеты. Дорогие друзья, наша передача уже подходит к концу. Юль, нажми там на кнопочку для отключения нашего победителя, который пойдет на концерт. Будем надеяться, что у нее есть вакцина. И она сможет таки воспользоваться этим замечательным приглашением. На самом деле не только вакцина дает возможность прийти на концерт. Да, ПЦР-тест, сделанный в течение 48 часов, а также если человек переболел в течение 180 дней, по-моему, он тоже имеет такой сертификат. Поэтому, может быть, не зная некоторых нюансов, люди сидят и думают, что вот, я не могу пойти. А на самом деле вы можете, если вы переболели в течение последних 6 месяцев, по-моему, это дает вам право посещать общественные мероприятия. Вот. Прекрасно. Такие друзья, рада, что мы пообщались сегодня именно о концерте, который проходит в Риге. Вновь встретились с выдающейся певицей, с оперной дивой. Ходите на ее спектакли в оперном театре, когда они возобновятся. Юлия Васильева, сопрано, ведущая солистка Латвийского оперного театра. И у нее два концерта 20 августа при свечах в Церкви Святого Павла. Это русские и французские романсы. И 24 августа концерт в Домском соборе. И также напоминаю, что на фестиваль в Дублты, в Оксангелика, в это воскресенье концерт не в 18.00, а в 19.00. И также этот концерт можно послушать в записи, будет прямая трансляция на Ютубе. Юля, благодарю, что пришла в студию, рассказала все. И такая у меня двойная порция рижской жизни. Очень рада встрече. До свидания, дорогие радиослушатели. До новых встреч.